Волосы выпадают, тускнеют, секутся. И я думаю, что сегодня вместе с вами мы сможем помочь нашим женщинам с советами, как с этим бороться. У нас есть небольшой информационный сюжет, после которого вы скажете, действительно ли можно бороться с такими проблемами. Хорошо, посмотрим. Брак теплого летнего солнечка, ягод и фрукти в осенние вухие дни моментально відбиваются на стане волосся. Воно тьмяніє, випадає та починає сіктись. Якщо і вашему волосю потрібна допомога, поради нового дня стануть вам у пригоді. У першу чергу потрібен візит до перокармі, де слід позбутися сухих кінчиків волосся. Таку процедуру, як філірування, до літа краще забути, інакше рятувати буде нічого. Нам потрібне живе волосся, здатне сприйняти корисні процедури. Віддавайте перевагу дерев'яним гребінцям. Вони менш травмують волосся, ніж пластикові аналоги. До того ж сприяють зниженню статичної електрики. Виходячи на холод, намагайтеся повністю сховати волосся під головний убір, тому що його стан може погіршитись через перепади температури. Важливо забезпечити вільне дихання шкіри голови, тому берете хустки, шапки і капелюшки, слід купувати з натуральних матеріалів. До вибору шампунів також варто підійти відповідально. Краще обирати ті, до складу яких входять екстракти трав і олії. Дотримуйтесь наших парад і ваше волосся скаже вам дякую. І так, як видим, проблема є. Хочетьось би узнать, откуда вообще возникають проблеми с волосами у женщин і у мужчин в осеннє время? Ну, действительно, осінь – це не легке для наших волос, тому що только-только закончилось лето. Лето – це жара, це багато ультрафіолета, це соленая морська вода, це вода бассейнов. Для волос – це стрес. Сейчас у нас холодна, ветреная, сырая погода – це, опять же, не на благо нашим волосам. Распалючого солнця они переходят в холодный такой… Да, опять же, холодная температура на улице – це спазм кровеносних сосудів, це ухудшається питання волос, і це тільки усугубляє проблеми. Але ми можемо поможем нашим волосам, конечно. Але, во-первых, в холодну погоду не стоит пренебрегать таким аксессуаром, як головні убори. То, що ми в сюжете тоже видели. Шапки, беретки, платки – можемо выбрать то, що нам нравится, то, що нам підходить. Некоторі жінки бояться использовать шапки, тому що, говорят, волоси от цього жирнеють, їх приходиться чаще мить, і от цього ще хуже проїсходить. Коли ми заходимо з холоду в тёплое поміщення, головной убор нужно обязательно сразу же снятий, тогда не буде эффекта сауны, і тогда эта проблема не буде появляться. Ну і, опять же, намного полезній кожний день голову мить, чем мёрзнути і терять волоси. Кстати, по поводу мытья головы. Хотелось бы от Вас узнать, как от эксперта, насколько это критично, если человек каждый день моєт голову, потому что сейчас волосы все чаще и чаще приходится обновлять. Да, но, во-первых, осенью у всех абсолютно кожа головы и волосы становятся суше, поэтому осенью нужно выбрать другой шампунь. Если летом мы пользовались, например, шампунем для нормальных волос, то осенью это будет шампунь для сухих волос и по аналогии для каждого типа волос. И мыть голову каждый день – это не проблема на самом деле, намного хуже для волос, если кожа головы и волосы будут грязными. То есть это их не пересушить, главное подобрать правильный уход. Правильно подобранный уход, и это не проблема, конечно же. И к уходу за волосами также нужно подойти очень внимательно в осенний период. Различные маски, бальзамы, масла, сыворотки, они есть в профессиональных сериях, они есть в лечебных сериях, которые продаются в аптеках. Ну и, конечно, наши домашние рецепты, то, что есть у каждого дома, например, такой продукт, как мёд, это просто идеален для волос, для кожи головы, он решает абсолютно все проблемы. Хотелось бы узнать, вот масочку с мёдом, какой-то небольшой рецептик, что можно использовать? Можно использовать просто чистый мёд, он должен быть жидким, либо его нужно растопить на небольшой температуре, медленно, да, не перегревая, и наносим на кожу головы по всей длине волос. Обязательно нужно укутать, создать тепло, и около часа такая маска. Очень хорошо влияет, решает и сухость, и ломкость, выпадение, перхоть, ну, то есть, очень благоприятно влияет. И можно сочетать мёд с желтком, можно сочетать мёд с репейным маслом, это просто идеальное сочетание репейное масло, и касторовое масло тоже. Какие ещё у нас есть советы по поводу того, как сохранить свои волосы, и вообще, стоит ли бояться того, что волосы выпадают? Потому что все женщины жалуются на это. Да, действительно, в осенний период все, и женщины, и мужчины, замечают, что волосы выпадают больше. На самом деле, это естественный процесс, это физиологический процесс. Если летом у нас выпадает в среднем в день 70 волос, то осенью эта цифра может быть до 120. То есть, этого пугаться не стоит, но главное, что нужно внимательно относиться к уходу за волосами, и не усугублять проблему своими же действиями. Как мы ещё можем сохранить наши волосы, кроме шапочек, кроме масочек? Ну, ещё по поводу ухода и мытья волос, очень важна температура. То есть, мы не моем голову горячей водой, вода должна быть тёплой, либо даже прохладной. И если мы пользуемся феном, опять же таки, мы выбираем щадящий режим. Пускай это будет немного дольше, да, мы там будем делать свою укладку, но зато волосы будут выглядеть намного лучше. А вот для любительниц утюжок, плоечка, как им справляться с этим, кто любит постоянно каждодневную укладку, но и не хочет потерять свою прекрасную шевелюру? Для этого есть защитные средства, различные сыворотки для укладки, да, мы их используем до того, как мы используем утюжок. И вообще осень – это не самое лучшее время для любых химических воздействий на волосы, да, окрашивание, завивка, выпрямление. Полностью отказаться мы не можем, конечно же, мы не жертвуем красотой, но мы можем сделать больше перерывов в таких, да, процедурах, то есть там на недельку позже сделать, и этим мы только улучшим состояние. А вот по поводу каких-то витаминчиков, это может как-то тоже повлиять на сухие волосы? Конечно, питание, во-первых, питание, это всё идёт изнутри, да, и вот. Сейчас у нас ещё есть возможность есть свежие овощи, фрукты, не теряем эту возможность, не упускаем, вот. И все витаминные комплексы, содержащие витамины А и Е, это будет благоприятно для волос и вообще для кожи, и для ногтей, и для нашего общего состояния и того, как мы выглядим. Вот вы сказали о температурном режиме, о том, что вода не должна быть горячая, средство должно быть щадящее. По поводу головных уборов, хотелось бы вернуться, какими они должны быть, чтобы, я так понимаю, что точно не должны сдавливать голову, потому что кожа должна дышать. Да, и, конечно, нужно отдавать предпочтение натуральным материалам, шерсть, шёлк, хлопок, ну и вискоза, допустим, это тоже, да. И ещё такой есть момент, постельное бельё, на котором мы спим, наволочку. Стоит поменять с хлопковой на шёлковой. Вы сразу заметите результат, как будут выглядеть ваши волосы и кожа лица. То есть это такой небольшой нюанс, да, но это очень большой плюс для вашего внешнего вида. По поводу сушки волос, если женщина готова в осенний период отказаться от какой-то термообработки, от утюжков, уплоек, от фена, как правильно сушить волосы? Потому что, насколько я понимаю, полотенцем сушить, это их перетирать, это тоже плохо, выкручивать их нельзя, потому что мы их тоже травмируем. Конечно, самый лучший, оптимальный вариант, это естественное, чтобы волосы высохли естественным способом, да, вот просто на воздухе. Но если летом, это совершенно спокойно можем сделать, осенью уже температура не позволяет, это довольно-таки сложно, да, там и по времени, и некомфортно, это может быть холодно. То есть, если у вас есть такая возможность, чтобы волосы просто высохли, вот как они, в течение времени, да, пожалуйста. Но, в принципе, если вы будете использовать щадящий режим фена, это не намного им повредит. Это, в принципе, равноценные способы высушить волосы. Я думаю, вопрос, который беспокоит абсолютно всех женщин, сушить ли голову на ночь, или ложиться спать с мокрой головой, несмотря на эстетический какой-то эффект. Спать с мокрой головой однозначно это нет, потому что мокрые волосы больше травмируются, больше путаются, соответственно, утром, когда вы будете их расчесывать, вы еще больше их будете травмировать. Вот, ну и эстетический вид, согласитесь, да, легла, уснула с мокрой головой утром, поэтому, конечно, если вы приводите в порядок свои волосы с вечера, обязательно их высушите, и уже утром встречайте во всеоружии, украшайте мир. Спасибо вам, Юлечка, за такие действительно действенные советы. Я думаю, что каждая наша телезрительница прислушается к ним, сделает себе замечательную масочку, и ее волосы будут просто шикарными. Напоминаю нашим телезрительницам, что сегодня в студию Нового дня зашла стилист Юлия Мачула. Я думаю, что это не последняя наша встреча, еще очень много тем, которые мы можем обсудить.